Уже снег. Вот это я засиделся. Бегу. Скажи, что приехали два рыбака. Ждут их в гости. Вау. Вот это. Вот это кобылка. О-хо-хо. Хорошая. О-хо-хо-хо. Вот она. Друзья, бесконечность. Больше костей, чем того мяса. Давай, бежи. Расти большой. Ай, красавец. История продолжается. Вездеход пытаемся теперь обратно в город на ремонт. Ребёшку пускай. Пошла тема. Размотав лебёдку, мы попытаемся его развернуть каким-то образом на месте. 29 мороза. Тоже сейчас грязь у меня там застынет до такой степени, что до весны не отныться. Хорошую няшу залезли. Хорош! А она там одна. Нелли, давай, отъезжай. Пробуй. Андрюха сел за руль. Ещё и у квадрика. Давай-давай-давай! давай 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 а теперь сюда выруливай еще чуть-чуть стоп 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 отлично давай теперь сюда хорошо как развернули стоп теперь сюда чуть-чуть еще чуть-чуть еще назад а по-топой вот вездеход разворачивается выворачиваю руль стоп давай 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 стоп 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 тихо тихо Витя, отпусти, давай еще трос. Тебе переехать надо через него. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И теперь давай выравнивай его, удилуй ума. Развернули. Стоп, стоп, стоп. Давай теперь трос подтянем, чтобы поближе его взять. Вот здесь на повороте нужно покороче, это слишком длинно. Витя подтягивает трос. Тянется. Тянется. Давай-давай. Вот так и иди. Нормально. Попробуем таким образом. Поехали. У меня газовый тросик замес на квадроцикле. Это еще та беда. Газовать нормально не газует. Провод постоянно нужно трогать. Короче, два калеки. Один инвалид тащит второго инвалида. Одному тросик поменять надо, а другому стартер. Транспортируем. Транспортируем. Все идет пока по-нормальному. Таким образом мы сейчас переедем с болота. Такая у нас рыбалка. Вездеход таскаем туда-сюда. Третья рыбалка и третий раз таскаем. Вездеход явно сопротивляется. Хорошо хоть сейчас болото замерзнет. Где я по осени буксовал. Давай-давай. Выбрали мы, короче, центральный путь. Здесь такое. О! Брежничка моя. Не знаю, что почему вездеход там не присяд. Хотя с другой стороны уже. Уже не столько. Привыкли мы садиться и откуда-то вылазить. Интересно идем. Главное, что там. А самое проблематичное это у нас мостик. Вот мостик у нас проблематичный. Стой, стой, стой! Может подтянем еще? Через мостик. А это самое опасное место было. За которые мы переживали. Ничего. Поближе стяжку мы сделали. Там жерлицы у нас стоят. А мы тут вездеходы таскаем. Туда-сюда. Туда-сюда. Еще раз. Хочу сказать. На улице. Минус двадцать шесть. Соврал, что было минус двадцать девять. Двадцать шесть с утра мы выезжали. Точнее в обед. На градуснике. Но с учетом того, что мы уже три часа намахнули по тайге. Во-во-во-во-во-во. Вот здесь вот я и боялся, что они тут будут шлифовать. Стой, стой! Тросик Максим. Максимально вытаскивать. Потому что нужен нам шлифовать. У Прадика как побегут и все. Думаешь, сколько у Прадика? Три тонны веса. Да. У Прадика три тонны веса. А этот 700 килограмм. Он понятно, что шлифует. Тут нужны что-то посерьезнее. Типа шипы. Моя голова ногам покоя не дает. Это так, образная шутка. Потихонечку пробуй. Сейчас попробуем. На пониженной. Не, шлифует. Не вытянешь? С разгона попробовать не надо? Нет, ты что порвешь. Оторвешь лебедку, Андрюх. А? Оторвешь лебедку. Я тебе говорю, давай оцепляй. Давай. Назад сдавай. Оторвешь там все с мясом. У него шипов нет. Тем более резина пониженного давления. Сейчас я Прадика подъеду. Давай попробуем Прадика. Отгоняй. Мерседес-Бенц. Сам-то ты выехал. Мерседес-Бенц. Так. Ну что, сейчас мы попробуем Тойотой Рада цепануть. Машина потяжелее. Садим у него. Ну, сейчас попробуем Прадика. Потихонечку натягиваем трос. Ух. Ха. Конечно. Совсем другое дело. Даже и без пробуксовости. Даже без пробуксовости. Отлично. Витягиваем его. Сейчас мы попробуем этот вездеход развернуть. Ох. Какое солнышко. Приятно ласкает солнце. Так. На этом месте мы сейчас его развернем. Вот. Еще чуть-чуть. Давай сюда. Вот сюда. Давай-давай. Харе. Оу. Гусеницу стащили. Назад может быть. Может быть сюда, сейчас его обратно. будет. Чтоб он встал обратно. Гусянка сейчас. Ребятки. На квадрат нужно. И квадрат в обхват тоже бери. Потому что квадрат основной. Дальше. Убираем все. Убираем. Убираем все. Убираем все. Наверное. Есть бы куда-нибудь опереться. Разрешите новый человек. Так. Ну. В общем. Картина. Такова. Вездеход мы кое-как развернули. С помощью двух техник. С учетом того, что у нас сла не сломаны. И аккумулятор подсевший вездехода. И под углом он просто незаведенный не поедет. Поэтому нам нужно было максимально ровный угол троса. Иначе будет залом. В общем. Рассчитали до такой степени. Чтобы нам выровнять вездеход. Он выравнивается потихонечку. Он чтоб тросик не стрельбанул. Оп-оп-оп. Стоп. Володь переезжай сюда. Что делаем? Натягиваем жопу. Жопу натягивай. Понял. Эй! Спусти! 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 Теперь очередь водителя вездехода Попробовать заехать ровненько Вон там гусяночка сползла Но мы его практически уже на одну треть Затащили, то есть по идее Если все пойдет, как мы мечтали То он ровненько сам себя должен стащить Ну а нет, будем сейчас ручной лебедкой Это, кстати, у нас тоже есть Третий раз вездеход загружаем на прицеп Один раз, если вы помните, по нашим фильмам Это было без двух колес Второй раз, это было без вариатора Третий раз, бог его знает, что ему приспичило Взять и... Давай подтолкнем его, Андрюх, подтолкни сзади Он же должен идти Во-во-во-во-во-во-во-во Давай, Владимир Толкаем мы его Еще немножечко Еще чуть-чуть Чего-нибудь дома не сидится С женами бы сидели бы В доминушке бы Игрались И солнце не интересный Последняя маленькая Экзекуция Мы вездеход загнали Выровняли И теперь моя задача Его чуть-чуть подровнять Я не знаю, сколько мы потратили времени Ну, для вас, конечно, это 10 минут Съемки Ой, просмотра А для нас это Туда-сюда, туда-сюда В общем, нормально Ну, вот Вездеход у нас На прицепе Великолепной ноте Вездеход затащен И все All right Топливо-то мы не сняли Оттуда Техника загружена Готова К отбытию На ремонт Ну, а мы Поехали Трибу Вот и подходит К завершению Наши десятые дней Наши рыбалки На первый лед Сейчас едем на озеро Проверяем жерлицы Снимаем их Быстренько Крутимся оперативно Готовим завтрак Ужин И отчалим домой Домой нам ехать Более 120 километров Ну, растащила, дай боже Свою минус 12 А замерзла Как будто все 30 было Как будто все 30 было Ух ты Друзья, здесь сидит Хорошенько Давайте ее потихонечку Потихонечку Пока она идет И еще такая Не давай слабину Только не сорвись Только не сорвись Ух ты мой Я-то думал Здесь крокодил А здесь Можешь сказать Щурогайка Килограммовая Ну, такое Даже не знаю Что тебе сказать Дорогая С одной стороны Ты первая На сегодняшний день Ты взяла Ты взяла мою самую Лучшую жерлицу Ну, а с другой стороны Ну, совсем ты Маленькая такая Отпустим, друзья Блин Больше костей Чем того мяса Давай, бежи Расти большой Вот так Таких не собираю Нет, такие неинтересные Может, где-то там у вас Водятся Это за счастье такие Но У нас тоже таких полно Крокодилов Не так уж то и много Ну, я лучше буду ждать крокодила И искать его Чем нежели я буду Подбирать вот эту всякую ерунду Сейчас, секунду, стой А то вдруг Долбить придется Это Пешоночку Такое Миллиметра 3-4 Тоже размотана Рожка у меня Не пойму Да, такое О Хороший сидит Хорошие, друзья, сидит Ух ты Психован Ой, ты боже мой О, я-я-я Так Ну сейчас мы ее быстренько оглушим Продолжаем, друзья, вторая Неверлится сидит сидит на такое же сидит пока идет идет достань там крючок сумки на всех пожарных еще душечка девушка песню эту ложку возьмешь нет устро на доброе наступило решающий наш день я вижу только три жерлицы поднята 1 на дальнем кордоне и одна еще дальше на 1 вот без флажка непонятно то ли встала она то ли просто ветром сбила посмотрим сейчас толщину льда будем надеяться конечно что на первую жерлицу на что то есть нет никого нет чувствуется не чувствуется тяжести значит ее просто сбила значит она просто прокрутилась а они обманывать что-то тяжеленько достанем крючок помочь такая хорошая двушечка двушечка два с половиной килограмма значит не зря я подумал что что тут кто-то сидит хотя первые ощущения были что никого ну что с почином кругленько так снимаем я перчатки эти кругленько такая местная озерная значит вот сейчас когда уезжаем начинается клев такая красавица кухленько вкусненько так норка расскажи ну что вперед хорошо взяла отлично пока здесь поморозится а мы погнали дальше так эту жерку мы сматываем зачетно первый лов есть упасть 3 килограмма вроде полная размотка да то что вчера я сюда перетащил по надежде ну все может быть все может быть разводка полная не сильно наполнял плохо почистил плохо почистил так может конечно просто растянуло но будем надеяться что сидит там кто-то вот такое дело уже бы чувствовала что там кто-то сидит хорошенько хорошенько сидит ух какая шустро айляляляляляляляляляляля ну да ну такой зачетный размер 2 килограмма вот так что сегодня щучки начали гулять потому что завтра мороз начинается на мороз они начинают а вот вчера потепление было вчера был клев конечно но не очень хорошее дружечка у нас еще дружечки вот и закончилась друзья десятидневная рыбалка собрал свой квадроцикл хвостики один мешочек щучки ну там штук десять но зато хороших трофейных вот дядя Вить меня продолжает ну что дядя Вить пока до новых встреч обязательно приедем к вам еще в гости когда-нибудь пока